все спортивные батальеи у вашего смартфоне паре матч грают вон и выграете вы я витаю всех кто зараз билет в экране бил своих мониториев кто дивится нас соц мережах я сьогодні радий представити вам в цей сторинці представників ну основи основ нашої боротьби в принципі спортивної боротьби тобто греко-римської і вільної боротьби представників асоціації греко-римської вільної боротьби це Олександр Пастухов який є прес аташе цієї асоціації який є рупором і Роман Павлов арбітер я кажу завжди на таких арбітерів які дійсно люди виросли з боротьби і знаєте достеменно надлюдської категорії а олімпійський арбітер Роман і хочу одразу Олександре ну зараз як завжди асоціація готується до великих визначальних уже стартів поступово олімпійських будуть ліцензії виборюватися в якому стані зараз і і збірні команди які ну вже ви дивилися на конча заспі на зборах як у нас обстановка Балантин Васильович дякую шановні глядачі сьогодні у нас триває підготовка юніорських команд до чемпіонату світу який стартує за декілька днів в Словакії місті Тарнава зараз збірна згрокоримської юніорська команда згрокоримської боротьби дісталася Закарпаття і на благословенність Закарпатської землі в Мукачево зараз хлопці вже підводяться останні дні для початку для цього старту команда дівчат і команда юніорів представники вільної боротьби зараз тренуються в олімпійському центрі в кончезаспі завтра в хлопці в контрольні сутички вони був у них вчора Роман Борисович працює з командами працює з дівчатами перебуває дуже в хорошому стані греко римляни теж по результатам контрольних сутичок є у нас лідер є це чемпіони Європи Парвіс Насібов Олександр Грушин інші хлопці теж хорошо заряджені і настроєні тому тримаємо кулаки за українців ну завтра подивимося за хлопців ми будемо слідкувати за виступами юніорів ну я вам скажу що Олександр у нас тепер постійний оглядач з цих водів нікуди він не дінеться мій колега ну Романе все ж таки от ви тренуєте і коли ви не на кілемі коли ви не арбітр а ваші вихованці виходять і ваші колеги арбітри вирішують долю поєдинку ну ваш явно сильніше чи ваша вихованка а тут ви таких дій не пропускаєтесь в своїй роботі да когда ты скажем так по другую сторону от судейского столика і работаєш на соревнованнях тренером секундируєш спортсменів конечно тут уже і другие емоції у судьи нет возможности проявити емоції нет возможности подсказати а тренером в этом плане даже где-то легче но конечно есть и какая-то немножко доля опаски что ли как сладку отсудят потому что ты знаешь где какие могут быть ситуации в судействі я понимаю знаю где можно раньше додати свисток где можно остановить встречу вот есть нюансы но тут дело как бы не об этом а просто переживаєш і волнуєшся больше ну і тим більше що ваші колеги там на кілемі арбітри ваш авторитет теж впливає скажіть будь ласка я не встигаю все ж таки мені близька боротьба я здаюсь там ну правила в боротьбі особливо греко-римській вільні ну за ними не встигаєш для чого так часто ми говорим? это такая больна тема очень актуальний вопрос изначально уже наверное на протяжении нескольких лет регулярно идет небольшие там скажем модификации в правилах что касается позиции партера вот таких позиций которые дають возможность сделать более зрелищный зрелищный бросок действия вот ну это все опять же направлено конечно же чтобы дать может быть новый толчок борьбе в плане зрелищности для зрителей для любителей борьбы на мой взгляд не всегда получается потому что это все таки идет ну очень часто например в этом году вот у меня как раз новая редакция правил датирована сентябрем этого года это уже третье третье такие скажем небольшие изменения в правилах в этом только году в начале года было потом в апреле месяце и сейчас да изменения небольшие но все равно эти изменения нужно донести до спортсменов их нужно донести очень важно до тренеров вот и когда меняются правила соответственно меняется и подготовка к соревнованиям Александр ну вот коментовать действительно я же сам коментующий вот Александр коментует и греко-римская и вольная борьба и в разных ситуациях и на публику там в массовых встигаешь за правилами вы знаете я стараюсь встигать за борьбой стараюсь встигать за борьбой стараюсь встигать за борцами на самом деле борцам тяжело перелаштаться и перестроиться и меня всегда очень хвилюет вот Роман Борисович он судья олимпийской категории мае величезный досвид понад десяти лет уже працюя на суде на свадьбе и меня всегда интересуют вопрос Роман Борисович дозвольте я передаю вопрос вот когда судья от которого зависит результат и он отверто працюет не объективно оценивать ситуацию все это бачить бачить специалисты болевальники и это не только реально он судить неправильно что происходит потом как судья мае величезный и главное главное вот такое негласное правило в судействе конечно судья должен определить сильнейшего во время схватки на ковре его задача выявить сильнейшего при этом как можно меньше мешать борцам оценивать только те действия которые сделаны на ковре вот и и если это равный если это равный ход встречи что бывает в рекоримской борьбе конечно же к сожалению вот я по себе знаю к сожалению приходится брать на себя ответственность и давать одному или другому борцу замечания за пассивную борьбу за подборьбу которая не ведет к действиям скажем так и вот в таких ситуациях судья может принять одну или другую сторону что касается преднамеренного судейства да к сожалению все помнят олимпийские игры и некоторые ситуации на чемпионатах мира к сожалению такие моменты тоже есть и о них многие говорят я уже не раз на соревнованиях на чемпионатах Европы и мира вместе с руководством ассоциации спортивной борьбы Украины готовили письма с скажем так с претензией к какой-то данной сватке и просили судейскую комиссию пересмотреть и принять решение правильное как по схватке так и по действию судей к сожалению решение схватки изменено именно победитель схватки изменен быть не может но для судей может быть определенное наказание если комиссия поделила что это было предвзятое судейство если мы наперед новых вот таких скажем новой тенденции в правилах судейства это компьютерное определение судей которые обслуживают каждую встречу на крупных соревнованиях компьютер выбирает пять судей простым скажем так какой-то манипуляцией своей никому неизвестной в эту пятерку судей не должен попадать судья той страны какие борцы будут участвовать в данной встрече но момент этнического какого-то отношения конечно компьютер не может уловить потому что часто сейчас вы знаете что есть возможность поменять спортивное гражданство Грузин в Москве арбитер москвич и грузин за команду Грузии да или за другую страну а больше грузин за команду там в Удмуртии мы как судья так и тренеры соответственно так и ассоциация мы не знаем наперед кто будет обслуживать встречу вот в этом сложность хотя конечно же можно обратиться с просьбой заменить судью да это возможно но как показывает практика это это для этого есть буквально считанные не знаю минуты потому что мы видим судей которые выходят на встречу в тот момент когда уже и борцы выходят на встречу вот сложность скажи пожалуйста борьба взагалі очень эмоциональный вид спорта и особенно когда есть не объективность упорядочность будем сказать под час судовства секунданты они очень эмоционально реагируют на действия судов иногда вырываются на кило с реальными погрозами че усвядомлюют наши секунданты и спортсмены бо недавно под час я часто святками того когда борец ну как есть некорректная ситуация и он физично супер всем правилам лупить справа борьба это забор я знаю что за это европейская федерация накладает серьезные штрафы которые сплачивает национальная ассоциация что понимают ответственность секунданты и это все как раз таки цепочка одной темы опять же частые изменения в правилах что я хочу сказать в первую очередь в первую очередь тренеры сборных тренеры региональные тренеры которые работают со сменами национальной команды они конечно же должны следить за тенденциями что для этого мы делаем в Украине мы регулярно стараемся ознакомить тренеров это обычно проходит на каких-то соревнованиях наших крупных мы перед соревнованиями делаем небольшие семинары рассказываем новые какие-то может быть тенденции в правилах ознакавливаем обязательно и даем какие-то рекомендации так как вот как раз мы возвращаемся к теме штрафов и к теме санкций так как наша международная федерация объединенного мира борьбы за любые действия которые являются грубыми которые могут унизить спортсмена судью другого секунданта как-то некорректно по ходу встречи какие-то высказывания или действия они очень жестко караются и здесь идет уже определенная такая градация в штрафах начальная сумма получается от пяти тысяч так что за удар с правой на борцовском укилом я думаю что тысяч двадцать а то и больше там есть удары есть какие-то грубые высказывания есть просто действия секунданта которая скажем так повторяется ему например делают замечания говорят что так нельзя а он повторяет повторяет например там кидает протест несколько раз выходит на ковер обращается в грубой форме к к судье вот к сожалению это да бывает такое что есть что-то предвзятое но для этого есть возможность кинуть протест чтобы пересмотрели ситуацию и есть возможность конечно же после соревнований писать какие-то протесты то Челлендж слід кинути одразу, там дається пару секунд на оскаржение ситуации. И бывает, что секундант або вагается, або не впевнен, и он не кидает челлендж, и потом это вливается в конфликт. Ну, видите, так что в этой короткой странице, которую Александр Пестухов организовал, мы с вами дійшли висновку, что покарание мое быть невидпорным и обовязково оно мое отбудется. Так треба не лише в греко-римские вольные борьбы, а вести взагалі, у нас в краю было бы иншее життя. И вот эти пункты в правилах, чтобы там не менялись, а это очень и очень важные пункты. Что же до наших хлопцев и девочек, которые готовятся сейчас до такой важной юноцкой першости, юноцкой першости света, то им только успехи. И вам я очень благодарен за то, что вы нашли час, подчас такой напряженной работы, и побывали в студии ТБСИМ. Вам мы дякуем за увагу и разумение, шановные наши глядачи. Спасибо. До встречи. До встречи.